Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, при и выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 11 ноября, понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла Колосиным, глава 2, стихи с 13 по 20. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее у нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась головы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня перед нами Церковь предлагает отрывок из послания апостола Павла Колоссиным. Мы только что его с вами прочитали. И здесь можно разделить на две части. Это, скажем так, аргумент и вывод, который выходит из этого аргумента. Итак, то для христиан Христос, что он сделал, и почему не нужно поклоняться каким-то ангелам, что было у Колоссиным, почему важен для христиан Христос. И апостол Павел делает отсылку к предыдущей дохристианской жизни, к дохристианскому периоду Колоссиным, да и вообще в целом людей всех. Потому что он говорит не о них, то есть о язычниках, он говорит о нас, включая в это всех, и апостолов, и евреев, и язычников, любую нацию, любых людей. И апостол говорит о том, что все люди жили во грехе. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей». Очень важно, что они были во грехах, и они были не обрезаны. Это очень важно. Потому что были люди, которые считали, что для того, чтобы стать христианином и спастись, нужно обрезываться. Но здесь говорится о тех, кто был во грехах из необрезанных. Это не значит, что люди обрезанные, то есть иудеи, не были во грехах. Но здесь именно важно, что и необрезанных оживил вместе с ним. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним». С кем? С Господом Иисусом Христом, который воскрес из мертвых. «Простив нам, опять же таки, всем нам, не только необрезанным, но и апостолу Павлу, и всем, 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 обрезанным и необрезанным, эллином и иудеем, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». Что это за рукописание? Это тот список, который человек пишет по своей жизни. Это, конечно же, аллегория такая, символ. Это рукописание каждого человека своих собственных грехов. В течение жизни мы каждый пишем вот эту рукопись своих собственных грехов. Это книга. Это есть такой образ книги. Это не новый образ. Такой образ есть и в апокалипсисе, и не только в канонических книгах. Эти образы есть и в апокалипсических книгах. Он довольно-таки распространен. И есть вот это рукописание наших грехов. Что делает с ним, с этой рукописью каждого человека? «Истребив учение бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригводил ко Христу». «Истребив» здесь будет, вернее, перевести «стер» либо «перечеркнул», «разорвал», то есть буквально изничтожил. «Стер» — это значит, дело в том, что раньше не было ни ручек, естественно, никакой бумаги. Были особые, был папирус и пергамент. Пергамент довольно-таки дорогостоящие. Средство для писания — это гладко выделанная кожа молодого ягненка, а папирус — это хрупкий материал, сделанный из прибрежных растений. Соответственно, и были некие еще таблички, которые покрывались слоем воска, и на них как бы нацарапывался текст. И если была какая-то ошибка, то переписчик или тот, кто записывал, он другим концом своего, скажем так, острия, которым он начерчивал, рисовал эти граффити, да, то есть как царапины, он другим концом, плоским, он затирал. Таким образом, Христос что сделает? Вот мы писали свою жизнь, писали вот этот вот текст, текст нашего греха. Это грех. Рукописание грехов наших растерзал. Кто-то из толкователей говорит, что он просто перечеркнул, буквально поставил крест на этих рукописаниях. И здесь говорится дальше, что это рукописание было против нас, естественно, оно обличало нас, оно справедливо по закону нас осуждало перед Богом. Соответственно, именно через Иисуса Христа происходит наше оправдание от этого греха, от этих грехов, стирание, уничтожение, разрывание этого списка. И он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Буквально тогда не было такой практики уничтожать или говорить о том, что текст теряет свою силу, нанизывая его на гвоздь или на еще что-то. Но когда распинали преступника, его вину прибивали ко Христу или к тому колу, к которому его привязывали. Так или иначе, его грех, его преступление было вместе с ним. Соответственно, Христос берет все наши грехи, все наши преступления и на кресте распинает. И он является той жертвой за наши грехи. Таким образом, через него мы оправдываемся. Через Господа Иисуса Христа, через его смерть на кресте. Соответственно, он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Кого? Его список. Отняв силы у начальства и властей, начальства, власти, многочитые Херувимы, Шестокрылаты и Серафимы, это иерархические ступени ангельского мира. Но мы знаем, что есть и падший мир, и очевидно, он симметричен по иерархии, некой иерархии, как миру ангелов света. Соответственно, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Христос победил их, он восторжествовал, он триумфатор. Победным маршем он проходит, образ известный язычникам. Все полководцы проходили победным маршем, триумф так называемый. И побежденных проводили, побежденных воинов проводили по городу, и они терпели позор со стороны граждан. Соответственно, вот ангелы, благодаря Иисусу Христу, вот эти падшие демоны, искушавшие человека, и, скажем так, приговаривавшие их, записывавшие вот эти грехи за человека, можно сказать так, они были повержены. И теперь они в уничиженном состоянии, потому что Христос восторжествовал над ними собою. Итак, вывод, дальше идет вывод с 16 по 20 стих. Да никто не осуждает их за то, что они едят и пьют, то есть все теперь через Христа. Неважно, празднуешь ты праздники, там, иудейские, или не празднуешь их, никто не должен вас осуждать, потому что грехи наши уничтожил Христос. И именно, живя именно во Христе, мы спасаемся, а не какими-то религиозными традициями, которые навязывали колоссианам лжеучителя. Мы не знаем, кто это были, иудеи или не иудеи, но так или иначе апостол Павел пытается показать им, что главное наше спасение во Христе, все остальное неважно. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!